Ну да, она, конечно, была стерва. Нет, она прекрасная женщина. Вот сейчас вышла замуж, счастлива. Значит, вы плохой человек? Я? Да у меня практически нет недостатка. Ассоциировать киногероя с личностью актера, воплотившего его на экране, в традициях нашего народа. Но часто придуманный персонаж очень далек от реального живого человека со всеми его слабостями и пристрастиями. Всенародно любимый актер, исполнивший роль Гоши в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», заслужил признание зрителя во многом благодаря этому образу. Верный, надежный, положительный, уверенный в себе. А какой правильный? Никогда не оставит мусор на природе. Наверняка и чужой соберет. Такой ни за что не обидит женщину, и тем более не будет сидеть у нее на шее, свесив ноги. После выхода этого фильма Вера Алентова получала письма от советских женщин с одним вопросом, где ходит та электричка, в которой можно встретить такого замечательного мужчину. Но в реальной жизни актер был не таким идеальным, каким его назначили зрители. Алексей Баталов родился в семье творческих интеллигентов. Не только его родители, но и дяди с тетей, а также старшая двоюродная сестра, были актерами, а отчим писателем – сценаристом. Поэтому жизнь Алексея была связана с миром искусства с самого детства, и в выборе профессии у него не было сомнений. Единство цели. Завод «Вулкан» «Порт Орга». Идите, идите, готовьте больного, я сейчас прийду. Ты что? Журавлики, кораблики. Нравится, Тишки? Вот, и ничего не случится. Слышишь? Да. Ваш муж служит. В земском правлении. В губернском правлении. В губернском правлении не бывает. Первый раз узами брака Баталов связал себя еще в 17-летнем возрасте. Его супругой стала Ирина Ротова, дочь известного художника-карикатуриста. Дружба, которая длилась с детского сада, закончилась браком. При этом молодые поженились тайно. Деньги одолжила домработница-драматурга Погодина, так как своих у них не было. Константин Ротов в то время делал иллюстрации к дедестепе Сергея Михалкова. Самого известного милиционера страны, грозу всех хулиганов, он рисовал со своего зятя. Когда дочке было три года, супруги расстались. Но даже когда они были вместе, Надя редко видела отца. Он постоянно был в отъезде и все заботы о ребенке легли на плечи Ирины и ее родителей. Встречаться с цирковой артисткой Гитаной Алексей начал, когда еще состоял в законном браке. Впервые молодые люди встретились в ленинградской гостинице «Европейская», где актер поселился на время съемок картины «Большая семья». Лихая наездница пригласила его на свое выступление, и Баталов окончательно потерял голову от гитаны. Как вспоминали бывшие артисты цирка, мало кто мог устоять перед чарами темноволосой красавицы. Когда она выполняла сложнейшие трюки, на скачущего весь опор лошади, зал замирал от страха и восхищения. Алексей тоже понравился девушке, и пара провела 10 незабываемых дней, гуляя по ленинградским улицам. О том, что в Москве у него есть законная супруга и ребенок, Баталов промолчал, предвидя реакцию возлюбленной. Но на 10-й день знакомства он все же набрался храбрости и сообщил Гитане о наличии жены. Она отреагировала очень эмоционально. Сразу же убежала и крикнула на бегу, чтобы актер ее забыл и больше не искал с ней встреч. Родственники циркачки вздохнули с облегчением. Они с самого начала были против ее связи с актером, считая, что цыганка должна выбирать себе пару из своего круга. Последующие несколько лет Алексей и Гитана не общались. За это время у нее случился роман с еще одним актером – Сергеем Гурзо. Исполнителем роли Сережи Тюленина в «Молодой гвардии». Цирковые наездники учили его верховой езде для роли табунщика в «Смелых людях». Во время этих занятий молодые люди и познакомились. В период совместной жизни пара обитала в общежитии на Неглинке. Леонтенко даже ушла из цирка на пике карьеры, чтобы сопровождать Сергея на съемках. Но любовь скоро угасла, и они расстались, хотя сохранили дружбу до последних дней актера. Гитана вернулась в цирк, где снова завела роман с коллегой – канатоходцем Магомедом Магомедовым. Но жениться на ней артист не стал. В его роду было принято брать в жены только невинных девушек, а о многочисленных романах цыганки знали все вокруг. При этом Магомед долго не мог забыть Гитану. Даже будучи уже женатым, он хранил в ящике с реквизитом ее фотографии, вспоминала его бывшая супруга Ларита Магомедова. У Баталова в это время был роман с балериной Ленинградского театра «Кирова» Ольгой Заботкиной, которая сыграла Катю Татаринову в картине Владимира Венгерова «Два капитана», снятой в 1955-м. Алексей познакомился с ней во время съемок фильма «Дорогой мой человек». Балерина без памяти влюбилась в обаятельного актера и уже строила планы на счастливую семейную жизнь с ним. У нас в деревне было такое обычное. Четыре раза прошелся с девкой, женись. Смотри, как бы тебя тут не окрутили. Но когда он понял, к чему все продвигается, бросил девушку без всяких объяснений. Баталов просто уехал в Москву, не считая нужным объяснять ей свой поступок. После этого Заботкина долго залечивала душевную рану и не могла даже думать о новых отношениях. Женская гордость не позволила ей разыскивать беглеца и что-то у него выяснять. Спустя время она вышла замуж за музыканта Сергея Красавина. Ее следующим мужем стал известный поэт-пародист, ведущий телепередачи «Вокруг смеха» Александр Иванов. Для него Ольга Заботкина стала музой и ангелом-хранителем на долгие годы. Говорят, что только она могла остановить поэта, который имел пристрастие к спиртному. Лишь спустя годы, когда Ольги уже не было в живых, Баталов признался, что очень виноват перед этой женщиной и когда-то поступил с ней очень жестоко. В список его любовных побед попала и Лариса Голубкина. Еще в 1963-м он увлекся начинающей актрисой на съемках фильма «День счастья». Но и тогда Алексей сумел избежать женитьбы. Он не мог забыть Гитану и решил ее разыскать. Его родные и друзья всячески отговаривали его от женитьбы на ветреной цыганке, считая, что это не сделает чести представителю именитой династии. Единственным человеком, кто поддержал Баталова в его решении, была Анна Ахматова. Поэтесса не имела своего жилья и всякий раз, бывая в Москве, останавливалась в доме ардовых Баталовых. Алексей очень гордился многолетним знакомством с Анной Андреевной и никогда не упускал случая об этом рассказать. В браке с Гитаной Леонтенко Баталов прожил до конца своих дней. В 1968-м у пары родилась дочь. Но из-за врачебной ошибки во время родов у ребенка случилась гипоксия мозга. Как следствие, страшный диагноз – ДЦП. Всю жизнь актер винил себя в том, что не был рядом с Гитаной в нужный момент и не настоял на кесаревом сечении. Вину перед дочерью и инвалидом он ощущал особенно остро. Возил ее по санаториям, через знакомых устраивал в лучшие реабилитационные центры. Но Маша навсегда осталась прикована к инвалидному креслу. При этом девушка получила достойное образование. Отец поспособствовал ее поступлению во ВГИК на сценарный факультет. Благодаря трогательной заботе о дочери, за Алексеем Баталовым закрепилась репутация образцового семьянина. Тем более скандальными стали откровения известной телеведущей и журналистки Киры Прошутинской. В своей документальной повести «Рассказать о маэстро», которая была опубликована еще при жизни актера. Она в деталях описала его роман с юной девушкой, соседкой по лестничной площадке, который длился больше 10 лет. Кира Прошутинская была в курсе происходящего, потому что возлюбленной народного артиста была ее двоюродная сестра Ксения. С ней у журналистки были очень близкие и доверительные отношения, поэтому она хорошо знала обо всем, что происходило между Алексеем Баталовым и ее родственницей. Супруга актера, Гетана Леонтенко, была измотана его неверностью, а молодая возлюбленная страдала от неопределенности своего положения. Так продолжалось почти 13 лет. И все это время Ксения надеялась, что любимый вот-вот примет твердое решение и навсегда останется с ней. При этом сам актер поддерживал в ней эту надежду, но уходить из семьи не собирался. Его останавливало чувство долга перед дочерью-инвалидом. В итоге любовники все же расстались. Девушка больше не смогла находиться в России. Она уехала за границу, считая, что в чужом краю сможет забыть Алексея. Сидит в Москве дома. Он с дамочкой познакомился на курорте. Встречается в гостинице. И видите, считается, вроде он такой положительный, такой душевный. Он душевный, потому что не ваш. Но вскоре Ксения умерла, будучи совсем молодой. Баталов даже не пришел проститься с женщиной, которая была ему близка в течение долгих лет. Эта история произошла еще в 70-х. И народный артист никак не рассчитывал, что она всплывет спустя несколько десятилетий. Нелицеприятные факты из жизни актера, которого всегда считали образцом нравственности, наделали много шума в прессе. Тогда Баталову пришлось отвечать на прямые вопросы журналистов касательно его отношений с Ксенией. Слава Богу, настали времена, когда вы можете спрашивать то, что раньше не могли спрашивать. Я могу говорить то, что раньше не мог говорить. Но Алексей Владимирович в интервью изданию только звездам рассказал свою версию событий. По его словам, они общались с этой девушкой только как с соседей по лестничной площадке, дружили домами. Но никаких близких отношений между ними не было. Но журналистка не унималась, и Баталов признал рассказ про шутинской частичной правдой, кроме главного. Телеведущая, прочтя его ответ, только и сказала «Бог ему судья». Когда в 79-м Владимир Меньшов пригласил Баталова на роль Гоши, режиссер и подумать не мог, насколько популярным станет этот персонаж. Благодаря ему уже подзабытый актер получил второе рождение и свою главную звездную роль. После фильма «Москва слезам не верит» у него уже не было такого успеха. Баталов хорошо понимал, что несмотря на десятки созданных им образов, для зрителей он навсегда останется Гошей, мечтой женщин. Ну правда как-то так. Уж очень я какой-то идеальный получился. Даже странный. Ну чего, жизнь это поправит. Ты думаешь? Ага. Хорошо. При этом он как-то сказал о своем персонаже. Режиссеру просто нужно было чем-то завершить двухсерийные страдания женщины. А разве он идеален? Бросил предыдущую жену за то, что зарабатывала больше. Пил. Не удивлюсь, если через три дня после свадьбы он ударит любимую бутылкой по голове. А почему бы и нет? Правда, но вы же про меня ничего не знали. А теперь вам так квалифицированно, красиво все объясняю. Если вам был интересен этот рассказ, пожалуйста, поставьте лайк или выразите свое мнение в комментариях. Подпишитесь на канал, и вы не пропустите новые истории о судьбах интересных людей. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр.